Ну а теперь вернемся к реалиям сегодняшнего дня, это оперативной обстановке за прошедшие сутки. Скажу сразу, что существенных изменений обстановка, опять же, не претерпела. К сожалению, мы вернулись к позиционной войне. Мы сейчас, так же как в начале лета, идут позиционные бои. Или в середине осени тоже самое, идут позиционные бои, которые связаны с несколькими факторами. В первую очередь, это фактор погоды, она очень сильно сейчас влияет на ход боевых действий. Ну и фактор, опять же, планирования боевых действий и их организации, связанный с решением командира на проведение операции. Это, кстати, то, о чем говорил генерал Залужный, что где-то там, в глубинах генерального штаба, вот эти самые офицеры-операторы и готовят контрнаступательную операцию, которая, как он сказал, должна скоро нам показаться, и мы ее все увидим. Так вот, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 10 авиационных ударов. В частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 огневых удара из реактивных систем залпового огня. В результате чего пострадали гражданские объекты. Это город Херсон. Ну, с Херсоном очень тяжело сегодня. Сегодня утренний обстрел города. 5 человек убитых, 20 человек враненных. И я так понимаю, что это не окончательная цифра жертв этого, ну, я бы сказал, это варварский обстрел. Фактически это военное преступление. Почему? Потому что в центре Херсона нет ни одного военного объекта, нет ни одного объекта критической инфраструктуры. Просто врубили по центру города, где торгово-прогулочная, я бы так сказал, район, где люди гуляют, совершают покупки, отдыхают. И туда российские войска нанесли удар. Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области, Ямполевка, Раздолевка, Бахмутская, Бахмут, Северная, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяная, Маренко Донецкой области. То есть это огненная дуга, она продолжает гореть. Мы продолжаем, российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать. Мы четко и жестко держим оборону на этих рубежах. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Северском направлении враг обстрелял Сумскую область. На Слобожанском направлении обстрелы практически вдоль всей границы Харьковской области. На Купинском направлении продолжаются позиционные бои по линии площадка Краснопоповка-Дуброва. На этом рубеже самые ожесточенные бои на этом направлении. В Бахмутском направлении, в самом Бахмуте очень тяжело, но линия фронта не изменилась. Идут ожесточенные позиционные бои, но за прошедшие сутки позиции сторон абсолютно не претерпели изменений. В районе Клещиевки враг ставит цель взять под контроль железнодорожную станцию и противник закрепляется по границам канала, который проходит недалеко от этого населенного пункта. Но пока железнодорожная станция под нашим контролем и противник терпит неудачу за неудачей в плане попыток штурма железнодорожной станции. На Авдеевском направлении враг ставит целью продавить Красногоровку, чтобы подойти к Авдеевке. Ежедневно происходят атаки с поддержкой техники. Вот здесь, кстати, на Авдеевском направлении уже не первые сутки мы наблюдаем, что российские оккупационные войска начали применять тяжелую технику. До этого в основном были пешие атаки при минимальной поддержке техники. Сейчас техника пошла вместе с пехотой, что усложняет нам задачу по обороне этих рубежей. В районе Невельского снова штурмы наших позиций. Как я и говорил, они фактически бесконечные. Вот та ситуация, которую вчера описывал, что первая волна еще не закончила атаку, мы ее еще не всю положили, а уже начинает формироваться вторая волна и уже начинает выдвигаться для атаки наших позиций. То есть это фактический конвейер смерти, который не прекращается ни на минуту. В Маринке идут тяжелейшие бои, но ситуация в самом населенном пункте за сутки без изменений. Бои позиционного характера очень ожесточенные, но враг успеха не имеет. Также в эти сутки по Авдеевке враг нанес авиационный удар. То есть применяет и артиллерию. Новопавловское направление. Там самое горячее это в районе Углидара. Ну а в остальном идут позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. На Запорожском направлении. На Запорожском направлении отмечается перемещение Росгвардии, подразделений Росгвардии. О чем это может говорить? Это говорит о том, что у Российской Федерации есть проблемы с воинской дисциплиной. Росгвардия обычно применяется либо в качестве заградительных отрядов. Иногда подразделения Росгвардии кидают кадыровские, так называемые. То есть сформированные в основном из боевиков Кадырова. Именно для отлова и остановки бегущих с линии фронта или оставляющих свои позиции, мобилизованных на этом направлении. Они решили поставить, я так понимаю, во вторую, третью или третью линию обороны, они решили поставить подразделения Росгвардии. Поэтому замечены дополнительные переброски этих подразделений на Запорожском направлении. Херсонское направление, ну я уже сказал, там обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии. Если брать все направление, то за прошедшие сутки огневому воздействию подверглось более 50 населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вот такая интенсивность ведения огня вдоль всей, ну, линии разграничения сегодня, это река Днепр на Херсонском направлении. Вот такая вот обстановка сложилась на оперативных направлениях на линии фронта от Харькова до Херсона. Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. Там местные больницы были переоборудованы под военные госпитали. Ну, я вам же говорил вчера, они везут сюда, ну, можно сказать, что автобусами везут сюда медперсонал, который мобилизует на территории Российской Федерации, потому что фактически система военно-полевой медицины в российской армии не работает или работает очень плохо. 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенной под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих. То есть, представляете, да, они захватывают медицинское учреждение, привозят медперсонал и сразу заполняют под завязку ранеными. Вот такая вот ситуация происходит сегодня на ближайшем тылу российских оккупационных войск. Противник продолжает нести потери и 22 декабря, то есть позавчера, в Запорожской области силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется. Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбитие 9 вражеских беспилотников различного типа, как разведывательных, так и ударных, имеется в виду дронов Камикадзе. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения и живой силы оккупантов. В Черном море количество кораблей, выведенных, вчера я вам говорил, что там 2 корабля дежурят, но они не являются носителями ракет Калибр. Сегодня российское командование вывело в открытое море 11 кораблей эскадры Черноморского флота. Из них 3 корабля являются носителями ракет Калибр, общий залп которых может составить до 20 ракет. Сегодня преддверие Рождества, поэтому скажу так, что скорее всего, надо возможно ожидать ракетный удар со стороны Российской Федерации. Ну, я не думаю, что они дадут нам спокойно встретить Рождество. Единственная надежда на наши воздушные силы, которые будут стараться максимально его ослабить, максимально отразить этот удар. Вот такие военные новости сложились на сегодняшний день, на конец суток прошедших и вот такова ситуация на линии фронта. Субтитры создавал DimaTorzok